всем доброе утро идем кормить наших малышей и котиков гуся вышла пошла пописать ей поменяла горячую бутылочку говорю сиди не ходи я думала со мной она просто пописать села ну может и со бегит у нее я дня два назад а то и три как-то заметила что у нее над глазом как сукровица что-то такое немножечко нарадралась или что-то когтем наверно царапнуто а вчера вечером она кушала я смотрю как-то у нее вроде припухнуто смотрю действительно припухнутая там ранка я взяла ей это обработала не перики все забыл как называется в общем а сегодня утром встала она спит сидит ей бутылочку тоже опять поменяла приветик люсиен и уже ранка у нее прорвало думаю заживет вот так наш элисиен женихи ходят да ты жених я еще этим лапки взяла собачкам ну и люськи конечно да у нее такой длинный поводок по всей этой бегать а ты хозяйский чей-то извини так водичку тоже взяла сегодня утром холодно лужи вон подмерзли ходу заранее посели там в той двухэтажки ну раньше ночевал по крайней мере сейчас не знаю может где на чердаках вот он красавец мой идет и бусик собачки сейчас дам вам тоже василий кушает усик там правда один щенок но я ему поставила кашку а он что-то ее не кушает не знаю боится сейчас ладно на и тебе дружбан чей-то знать так а там кто так там улыбашка так гусик на бери бери еще утром холодно надо ты сюда сюда пришел на так сейчас улыбашечки все взяла потом еще ей кину тихо 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 на храмушка маленький подошел там кушал чуть он боится осторожничает на вот она и буся пришла василина сыпала чуть-чуть сухого еще не знаю будет он и лапку и мощи положу так хватит все я уже вам все раздала улыбашки а что и штучки кинула все это одну теперь на высоко держать чтоб не отняли еще люськи отнесу это люська тут скопчит орет на всю на привязи хочется ей побегать на погулять кастрюльку принесла вчера начал молоко кипятить она старенькая там у нее дырочка ну может она бусечка покажи глазик он видите у нее уже прорвала ранка дома не такая вода да ну ладно думаю заживет буду ей смачивать я сегодня хотела ей антибиотик дать но раз это прорвало то может быть и не надо буду обрабатывать бусик увидел пошел бусик есть значит надо васили еще насыпать вася в красную насыпала мисочка но он ему лапка больше нравится наверно ну ладно найдет захочет кушать потому что сейчас ляньте какой и не холодно надо побольше наедать так за мной туда ходить не надо все а то отнимут люськину лапку так 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 все и по одной такой же всем точно хватило. Люся, чё ж ты тут кричишь, а? Ну чё ж ты кричишь тут? Тебе скучно, да? На! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, чё ж я так кинула? Ой, Люсечка! Ну чё ж я так кинула? Придётся зайти, пусть меня не ругают. Ну чё ж я так её... Ой, Люся, вот я, я думала, у тебя подлиннее. А ну выходи, на! С-с-с, на-на-на-на, выходи. Ты чё? Ты чё, Люся? Ой. Так, теперь закрыть ещё надо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Товарищи! Друзья, ну, Баксику надо тоже время немножечко уделить, побегать с ним, а то всё малышам, малышам. Дима уже спит спокойно, уже ночью не просыпается, уже его не беспокоит. Это первую ночь, как и у людей, как папы. Сначала вскакивают, не спят, а потом уже привыкают к этому, хоть плачут, хоть что. О, так и у Димы получилось. Занимайся, а мы с Баксиком побегаем чуть-чуть, да? Побегаем. Сейчас уже надо их скоро кормить. Тоже. Вон уже шевелятся, шевелятся. Сейчас. Сейчас. Они, когда бутылочка горяченькая, но тёплая, они спят уже дольше. А когда начинает остывать, кувыркаются, всё уже, мамка остывает, надо кормить. Ну что, ты будешь бегать, не? Или ты не хочешь? Что? Почему? Почухать. Да надо кормить. Попозже почухаю. Да? Ну иди. Иди. Иди, будешь чухаться? Глянь, палочка. Ой, лапочка наша. Твоя любимая, да. Ой, как хорошо, да? Ну ты подойди поближе. Или мне выдвигать надо её. Вот так удобно. О, местечко. Да. А то бегать заставляют за этим шнурком. Ну ты же сам его приносишь. Вот так. Щёки твои. Толстые. Да, щёки у него не толстые, да. У него мордашка нормальная. Это только брюшко чуть-чуть. Ой, свистят наши. Надо уже. Надо уже идти. Ну и шевелиться тоже надо. Пусть поползают, погуляют. Да, чтоб. А то только лежат. Покушали и лежат. Надо, чтоб животики работали. Надо тоже двигаться. Пусть немножко. Они не сильно плачут. Ну так, попискивают. Всё, Баксик? Нормально? Вот тут ещё меня чуть-чуть. Вот тут ещё, да? Чухни. Рукой чухаю, а другая рука камеру трясёт тоже. Такое же движение делаем. Ладно. Всё. Всё, хватит. Отдыхай. Приехала в Брянку в центр. Ну, приехала в поликлинику, как я вам говорила, что схожу к врачу, к невропатологу. Ну и заодно вам покажу нашу красавицу. Вот и аллейки сделаны. Вот такая красивая у нас поликлиника. Не знаю, как внутри, но когда уже вышу, выйду от врача, тогда сзади ещё сниму, посмотрю, что там сделали, где стояли леса. Что-то делают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В общем, значит, со всех четырёх сторон делают. Как хорошо. Внутри, ну, так не видно, но вот это ж, видите, везде все-все пластиковые окна заменили со всех сторон. И внутри, я смотрю, батареи поменяли. Вот эти железные радиаторы стоят в стороне. Ну, в каком кабинете я была, там стоят уже вот эти современные батареи и трубы пластиковые. Ну, что касается моего визита, в общем, к невропатологу я не попала. В регистратуре сказали, только через терапевта. И если терапевт назначает невропатолога, только тогда. Ну, мы теперь Россия. Теперь уже, куда сам захотел, не пойдёшь. Всё как положено, всё по правилам будет. Вот, ну, я бы туда и не пробилась. Это, я не знаю, надо утром рано, в 7 часов, наверное, приезжать, чтобы занимать очередь, чтобы взять талончик. Без талончика они принимают. Людей, в общем, под кабинетом миллион. Так что терапевт выписала лечение. Ну, я уже дома вам покажу, что я купила у кульчики и таблетки. Я как приехала, хотела творога купить. Ну, было полдесятого. В общем, творога уже на рынке не было. Уже разбирают. Тоже рано. Видите, как хорошо, удобно было, как на Тополе жила. Можно, пока Дима Спитера на утром сбегала, и всё. Ну, и здесь, в принципе, можно. Ну, видите, то пока малышей покормишь, то тех. Так, ещё я хочу зайти в центральную аптеку. У нас в поликлинике там есть две аптеки. Меня в комментариях женщина попросила спросить там за лекарства. Ну, в одной аптеке спросила. Она говорит, сейчас нет, но бывает. В другой, она говорит, пока на базе нет. Она говорит, может, где-то спрашивайте. Может быть, в аптеках где-то осталось. Ну, здесь я, походу, могу ещё в центральную зайти. Ну, самое главное, хорошо, что, значит, бывает. Друзья, ну, я уже дома. Пока Дима занимается, я вам сначала покажу, что я купила. Там. Ну, это сухой корм для котиков. Ну, тут полтора килограмма. Такой крупный, большой пакетик. Так, и купила ещё хрящевой фарш. Я же говорю, там у нас в центре всё намного дешевле. Вот, 55 рублей. Или 50, или 55. Ну, всё, что осталось, вот это я забрала тоже. Ну, тут на 2, на 3 кучки можно. И ещё купила по 90 рублей вот такие свиные хвостики. Вот, это, я думаю, это чуть-чуть так подмёрзшие. Не, ну, так нормальные. Тоже по 3 штучки, по 4 разложить. Это котикам хочу давать. Ну, их и варить можно. Можно попробовать и в сыром виде. Это давать. Ну, это 2 килограмма эти хвостики по 90 рублей. Ну, тут, видите, хорошо. Тут и сальца, и шкурочка, и как бы носко есть. Так что, лучше, чем, допустим, кости, те шейки. Вот. Ну, и скажу, что мне терапевт назначила. Я уже говорила. Сейчас штору закрою. Так солнце светит. Да, Лиза. Да, Лиза, товарищи. Ну, немножечко, Дима, отвлекли, но пусть занимается. Я, наверное, пойду в другую комнату, чтобы не отвлекать его, не мешать. Вот сюда. Так, ну, я люблю на полу. В общем, доктор меня выслушала. Врач молодая девочка. Я не знаю, я ее не видела. Может быть, недавно совсем работает. Совсем молоденькая. Вот. Я уже говорила, что у нас теперь просто так не попадешь. К невропатологу нужно сначала терапевта, а потом вот терапевт лечит. Если не поддается лечению, тогда уже к специалисту посылает. Вот. Ну, она у меня давление померила. Было 150 на 90. Хоть я утром и на апреле выпила, ну, что ж. Так. Назначила она мне пироцетам, 5 кубиков внутримышечно, ну, на 5 дней пока назначила. Милдранат и бетагистин. Два раза в день. На 10 дней таблетки. По одной таблетке два раза в день. Вот. Ну, лекарства недорогие. Скажем так. 325 рублей я за все дала, ну, еще и 10 шприцов. Вы спросите там за анализы или еще что-то. В общем, я не анализы, ничего она не назначала. Ну, я, в принципе, анализы, это вот у меня в августе я сдавала. Вот у меня и моча. Ну, в общем, все нормально. Вот. Кровь. Все у меня тут. Емоглобин 139, лейкоциты 5,5, эритроциты 4,6. Тромбоциты что-то 262. Это вот развернутые. В принципе, я только за лейкоциты, за емоглобин. Ну, норму так знаю. Так, что тут еще? А, это у меня анализы еще в 21-м году сдавала, когда болела. Ну, в общем, вот. Все, ну, полечусь, проколюсь, посмотрю, как буду чувствовать. Я же говорю, после 5 дней вам на прием приходить, ну, это мне же больничный ненужный, она сказала. Ну, как будете себя чувствовать? Если все равно будет какое-то головокружение, можно это лечение продлить на 10 дней. Ну, а потом уже, если, если что, как говорится, она пишет направление к невропатологу. Потому что так просто туда попадешь. И людей много, и талончики в реистраторе без направления не дают. И доктор тоже не примет. Если у него, допустим, 20 или сколько талончиков, то каждый, если будет проситься. Ну, в общем, поколимся. У меня-то острых болей нет таких. Меня больше, я говорю, беспокоит, ну, как, вот это головокружение и все такое. И подшатывание. Так что, будем лечиться, друзья. Баксик, а ты все тут на солнышке лежишь, да? Вот где только лучик солнышка, там и Баксик. Не жарко тебе? Нет. Хорошо все, да? Все хорошо. Ну, ладно, лежи. Что, а, руки этими пальцами мясом пахнут, да? Или молочком прибежала, малышей еще покормила. Молочком, наверное, пахнут. Баксик подошел так издалека. Не сильно близко, но смотрел, следил, как они лазят, бегают. Скоро совсем глазки откроются, будут видеть. Ну, все, 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 ладно. Все, давай. Чек показала, а само лекарство не показала. Вот в таких пироцетан. А это вот мелдранат. По 5 кубиков, это 10 кубиков надо платить. Как моя попка выдержит. Самой как мне выдержит. Удобно самой, я уколы вообще боюсь. Так это делать, больно. Другим делаешь с удовольствием. Понимаешь, что ты человека лечишь, что ему будет лучше. Сама, почему не люблю лечиться. Да, и до последнего тянешь. Что ты говоришь? Да. Хитрая. Да, хитрая. Давай, ты уже все тут позанимался? Давай, до лета, и будем мы с тобой заниматься. Друзья, сегодня на ужин буду запекать мясо. Опять по Диманому рецепту. Ну, как Дима находит. Духовку я же включила. В общем, мясо я замариновала. Еще вчера подсолила, порезала кусочками. Подсолила эта свинина, поперчила немножечко. Еще специи, ну, любые можно добавить. Вот. А сегодня это будет бумаги в этой запекаться. Что я в рукаве все время делала. В общем, положила вот эту бумагу. Немножечко маслом растительным смазала. Вот. И начала выкладывать каждый кусочек. Ну, под низ я еще тоже чесночок положила, натертый. И сверху. Вот. Можно еще паприкой немножечко присыпать. И сейчас буду закрывать тоже такой бумагой и закручивать. Ну, вот так у меня получилось. Может, оно раскрутится. В видео тем так аккуратненько, хорошо бумажечка заворачивалась. Ну, пусть будет так. Все. Духовка сейчас нагреется. И отправляем. Там написано, по-моему, минут 30-40. Но я, наверное, чуть больше буду держать. Потому что свинина у меня не сильно тоненькие кусочки. Чтобы хорошо оно там протомилось. Говорят, будет очень сочное и мягкое мясо. Сейчас попробую. Друзья, мясо мое готово. Ну, я часик его подержала. Вот я рукой даже отломила. В общем, попробовала кусочек. Обалденное. Действительно оно мягенькое. С чесночком запах такой. И юшечка здесь. В общем, рекомендую. Очень классно получается. Всем приятного аппетита. Кто тоже собирается кушать.